это небольшое вступление о том чем я вообще занимаюсь на протяжении последних 5 лет а после этого домашняя аниматроника создание домашнего металла это пластик это стеклопластик обычный прочный стеклопластик вот эту штуку можно будет потрогать прямо сейчас живой она ужасно буквально вчера большинство киношных спецэффектов тоже делается подобным образом а это немного из моих развлечений а а и 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 Вот это отдельная тема. Создание полноценной линии по массовому производству таких масок было моей задачей в прошлом году. Тоже отдельно, очень интересно, как это делается. Я думаю, сегодня кто-то из вас ее даже видел. Тесты, игра, ну как всегда. Все, конец вступления. Можно выключать. Итак, а сейчас я хотел бы пригласить кого-нибудь из вас. Зачем? Потому что прямо сейчас, прямо на ваших глазах, я хочу для одного из вас сделать небольшой наруч, используя те материалы и те разработки, которые я получил. При этом, что важно, я буду применять только те техники, которые доступны любому из вас. Кто хотел бы. Вот первым был человек с Бэтменом и Робином. И так, значит, ну пока можете встать здесь. Пока что вот эта штука была сделана за 20 минут, буквально. Для съемки одного мастер-класса в 2 часа ночи перед фестивалем, как же назывался фестиваль, который был вот этой осенью, этой весной. Вот можете просто посмотреть. Это действительно вот за 20 минут вот можно такие штуки делать. Ну и мы постараемся сделать получше. Мой самый первый опыт работы с собственным материалом. Хорошо. Итак. Существует несколько разных видов материалов. Это которые позволяют работать в домашних условиях. Например, то, что можно найти в строительных магазинах, формуется от температуры. Это называется пеналон. Продается в обычных строительных магазинах. Если его покрыть клеем ПВА, то после этого получаем ровную поверхность, которая хорошо красится. Здесь он не был покрыт клеем ПВА, и мы специально его мучили очень хорошо, поэтому он немножко растрескавшийся. Можете посмотреть, если так же пущу по рядам. Вот. Этот материал очень легкий и очень удобно использовать для различных доспехов. Итак. Прежде всего, я хочу показать, как можно работать с одним из... Вот это моя собственная разработка. Материал называется пластилист. Я пытался сделать аналог Ворбла. В результате получил материал, который похож на кожу, но при этом обрабатывает достаточно просто. Для начала мы сделаем наруч, состоящий просто с верхней частью. Давай, прошу руку. Да, какой длины мы его будем делать? Полностью? Давайте сделаем от кисти и до... Примерно вот до этого места. Примерно вот до этого места. Примерно вот до этого места. Я сейчас его не буду экономить. В нормальных условиях можно рисовать по данному материалу обычной шариковой ручкой. Чем он, собственно, удобен. Поверим. Достаточно ли? В каком случае? Я без проблем. Так, мы его сделаем из трех частей, даже из трех частей. Сейчас я, на самом деле, сейчас я импровизирую, но можно было бы, допустим, нарисовать какие-то готовые паттерны. Вот это будет, он будет выглядеть как составной. Простите, пожалуйста, вот этот материал, из которого вы сейчас делаете, что это из материала? Я назвал его пластилист. Вот, фактически, это одна из вариаций, довольно часто используемого в строительстве материала. Но сейчас вот термоформуемые в домашних условиях пластики, они, как правило, делаются из него. Вот этот материал пока еще нет, пока еще он в стадии разработки. Я планирую в ближайшее время его продавать большими партиями, но сейчас уже можно взять, вот у меня есть, допустим, три сэмпла, которые можно прямо сейчас будет взять и использовать. Итак, сейчас прошу подойти немножко сюда. Да, наша задача сейчас будет придать ему форму. Он сохраняет форму при нагреве. Это обычный строительный фен, да? Да, это обычный строительный фен из обычного магазина. Я, как правило, стараюсь использовать перчатки, когда нагреваю все это. Но сейчас у нас условия немножко экстремальные. Одна из особенностей этого материала в том, что он сам по себе способен выделять клей при сильном нагревании. То есть он не требует использования термоклея. Хотя фактически это тоже класс материалов. Вот, сейчас я ему придам некоторую форму. При этом можно делать его более выпукло, можно его как-то слегка вытягивать, можно его будет сейчас прогладить. Вот, я прошу вас сейчас тоже использовать свои руки для того, чтобы его придерживать. Придерживать немножко, сейчас он немножко охладится с ним и, ну, лучше даже полностью, чтобы он... Да, сейчас дайте мне его еще раз. Да, вот, ну, тут, к сожалению, к сожалению, у нас расстояние до розетки. Да. Вот, вообще нормальная температура для этого материала это 95 градусов, ой, 80 градусов. Это та температура, при которой он будет... Он не просто мягкий, он начинает сохранять форму, он начинает тянуться, его можно лепить, но при этом... Он сейчас будет немножко горячий. Ничего страшного. Вот. Кстати говоря, я, когда делаю листы, я специально покрываю одну сторону краской. Самой обыкновенной краской из того же самого строительного магазина. Для того, чтобы это место, оно не клеилось. А другое место остается клеящимся. Данный лист я специально заранее подготовил так, чтобы он был с двух сторон покрашен лаком. Вот именно вот этот вот кусочек, чтобы можно было нормально работать. Потому что иначе его можно реально приклеить просто к коже на какое-то время. Ну, ничего страшного, он отклеится, как только остынет, но у меня так пару раз был ожог. Вот. А сейчас я хочу сделать более сложную выпуклую форму. Все не просто так. То есть вот... Вот здесь, прошу, вот так вот. Здесь уже видно, что в процессе работы я его как-то немножко леплю, и он немножко уже изменяет форму. Да. В принципе, чем это хорошо? Когда остаются обрезки, их не нужно выбрасывать. Их можно опять скатать в шарик или во что-то такое, так же, как это делается с Ворблой, так же, как это делается с Вандерфлексом. И потом использовать эти обрезки для каких-то более интересных целей. Ну вот, скажем, первая небольшая деталь есть. Теперь приступим ко второй детали. Вот это лучше пока подержать на руке, чтобы она сохранила свою форму. Вот. Данная толщина, она практически является так, как кожа. Вот. Если брать Ворблу, она тоньше и жестче. Она похожа на тонкий-тонкий лист шпона. Но при этом она прочнее. Вот. Если брать материалы, подобные крафтфом, пеном, она тонкая, легкая. Вот. Да. Это аналог. Фактически крафтфом, который продается в художественных магазинах, она имеет меньшего размера пузырьки. Вот. Прошу, приложите вот это. Оно достаточно горячее. Нет, вот краем... Не приклеится? Нет, оно не приклеится. Я проверил только что. Чтобы оно приклеилось, можно его будет... Там пока сейчас нет клея. Вот. Я специально сделал так, чтобы оно не приклеилось. Вот. Сейчас я подготовлю третий. Будет такая вот из трех частей. А потом мы его будем склеивать сам с собой с использованием его же. Потому что нам действительно не понадобится никакой дополнительный материал, поскольку этот материал содержит в себе все необходимое для того, чтобы приклеивать его, для того, чтобы красить его. он сразу сам для себя грунтовка, сам для себя клей. Да, я не использую грунтовку. Так. Тоже горячее. Вот, он сейчас уже начал чуть-чуть... Я его сделал достаточно таким мягким, поэтому он уже начал чуть-чуть подклеиваться. Вот. А сейчас... Сейчас с обратной стороны нам нужно будет его подержать вот за края. Вот так, да? Да. Лучше на весу, чтобы не попасть на стол, потому что можно легко... Термофен, он все-таки служит для того, чтобы держать краску. Вот. Подержите вот так. Да. Подойдите сюда поближе. Так. Не дает, да? Может быть, встал. Да, да, действительно. Вот. Сейчас я буду нагревать центральную часть вот этой самой и лепить ее как пластилин, чтобы она приклеилась сама к себе. Вот. На самом деле... Эй. Эта штучка... Да. Для речка, да? Да. Естественно. Чтобы она действительно формовала, действительно работала, нужна температура порядка 100 градусов. Вот. Чем она вот хороша с точки зрения работы, допустим, обычными пальцами, она от пальцев удирается потом хорошо. Действительно проверено. Если вы работали с обычным термоклеем, то вы узнаете эти особенности. Вот. Но при этом нужно какое-то время. Вот. Допустим, когда делается наручь, еще удобно использовать обычные бутылки. Вот. Вот. Я сейчас не буду делать особый паттерн. Вот. Обычные бутылки с холодной водой, на которые сверху это можно положить. Вот. Ну, вот это, это уже достаточно теплое, я боюсь ее, что после двух-трех таких действий она может расплавиться. Теперь мы повторим то же самое здесь, нет, вот с этой части, то есть, да, вот именно мы держим. Кстати, можно попробовать подержать вот снизу, чтобы, ну, постараться, чтобы струя не попала на руку, чтобы он у нас успел прогреться только вот здесь. Вот. Опять же, чем эта штучка хороша? Она нагревается локально. Вот. И еще, если не хочется, чтобы она клеилась к рукам, можно использовать обычную воду. Ну, я сейчас использую то, что у меня ближе. Вот. Конечно же, работа с подобными материалами требует определенной сноровки. Поэтому, поскольку я сам стал работать с ним относительно недавно, то я делал достаточно простые вещи, типа короны. Вот. Так, а теперь давайте выберем какой-нибудь вот из этих камушков для того, чтобы... Ну, я сейчас делаю еще одну хитрую деталь. Я сейчас возьму кусочек, возьму для того, чтобы наруч можно было закрепить на руке. Ну, вот, простейшая. Вот. И сейчас делаю просто специальное место для закрепления. В идеале, конечно, удобно сделать из гипса какую-нибудь заранее болванку. Ну, как это делается? Берется обычный скотч, наматывается на руку, на ногу, на шею или куда нужно сделать деталь. И потом этот скотч просто делается в этом месте, снимается, разрезается, снимается. И это место заполняется самым маккновенным гипсом. И вот у нас есть уже готовая болванка, на которой мы можем все это делать, при этом не боясь обжечься. Вот. Вот сейчас я делаю внутреннюю деталь, которая будет служить на самом деле сразу двум направлениям. Во-первых, мы за нее закрепим, ну, в данном случае резинки, то есть крепление на руку, чтобы данная штуковина работала. А во-вторых, данная деталь, чем больше слоев материала, тем он становится жестче. Когда я делал наплечник вот такого вот размера, вот, я понял, что он какой-то слишком уж мягкий, слишком уж она похожа на кожу. Слишком уж пластилист, вот, пластилист кожи, поэтому я его так назвал. Эта версия слишком похожа на обычную кожу. И тогда я просто сделал дополнительный слой. Прогревая дополнительный слой тоже обычным феном, я его приклеил к основному по краю и получил какой-то результат. Вот сейчас мы сделаем усиление. Да, мы его вставим прямо внутрь формы. Вот пока оно горячее. Мы его вклеиваем. Оно реально само по себе вклеивается. Просто вот обычно, обычными движениями. Да, к сожалению, красить мы это удовольствие сегодня не будем, потому что, ну, аэрозольные краски, обычный Magic Line, там, который я использую, по крайней мере, вот, для таких вещей ложится хорошо, но при этом аэрозольная краска. Ее нежелательно использовать в помещениях, в закрытых помещениях, любую краску, даже вот для домашнего использования. Кстати говоря, тоже интересный способ использования расплавления, чтобы не воспользоваться, чтобы не пачкать свои руки. Я просто расплавляю его вот этой вот самой штукой, поскольку она сейчас горячая. Вот, и приклеиваю к внутренним частям. Так, вот мы получили какую-то такую вот штучку. Сейчас она немножко будет остывать. Чтобы она побыстрее остыла, можно подержать ее в руках. И сейчас вот это, вот это на самом деле, это отливка. Я использую смутоновские пластики. Есть несколько пластиков полиуретановых, которые можно использовать для создания небольших камушков. У меня часто такие камушки, когда я делаю, вот, тоже прошу пустить по рядам. Когда я делаю разные отливки, мне бывает необходимо сделать камни. Они заказывают стразы, большие, крупные, сложные формы или просто самоцветы. У меня часто остается немножко пластика, и я просто его таким образом использую. Заливаю форму, которая у меня есть. И вот сейчас мы один из этих камней, кстати говоря, какой выбрать? Для того, чтобы его поставить. Красно? Итак, красный камень мы поставим на основание, на переднюю часть. Мы его поставим вот сюда, вот, в это место. Тоже все полностью используем практически только вот эту разработку. Работа, кстати говоря, с Ворблой, с Вандерфлексом и подобными, она, в принципе, точно такая же. Там может быть небольшое различие. Существует, кстати говоря, очень интересный материал, который при нагревании уменьшает свой объем, при этом становясь более твердым. Я ведь находил этот материал у людей, которые продают Вандерфлекс. К сожалению, я не могу вспомнить, как он называется. Вот. Он усаживается и очень плотно садится на нужную форму. С помощью такого материала делали легкие и сложные шлемы. Его очень хорошо используют в театральном бутафоре. Очень быстро, очень легко. Значит, для начала я сейчас прогреваю тоже вот эти кусочки, которые я буду приклеивать к своим... Вот сначала к камешкам, потом мы ее приклеим уже к нашей заготовке. Что-то он как-то долго. Ну, всегда... Можно использовать термоклей дополнительно для большей точности. Можно использовать термопистолет для термоклея без клея. Вот. Просто нагревая, вот делая локальный нагрев горячим соплом. Фактически, характеристики этого материала температурные. Они близкие. Вот. То есть это тоже семейство материалов. На самом деле, когда я изучал вот этот материал более подробно, оказалось, что его используют в огромном количестве мест. Его применяют для того, чтобы делать коврики для йоги. Вот, например... Более того, его применяют для того, чтобы делать бирки в метрополитене. На которые, вот, бирки, которые, когда поезд едет, звенят. Вот сейчас эти бирки, вот, новые делаются, вот, тоже из вот такого же материала льются. Как ни странно. Вот. С точки зрения цены. Если смотреть по цене, то, конечно, он немножко дороже, чем полистирол, который любят использовать. Вот сейчас многие крафтеры, которые принимают заказы на создание крафта, на создание, вот, различных доспехов, используют полистирол. Он требует больше температуры нагрева, он требует большего навыка. Но при этом, соответственно, дома его использовать тоже сложнее. Как известно, вот, вакуумная формовка, о которой будет рассказ, насколько я знаю, завтра, она требует определенного навыка, хотя ее тоже можно делать в домашних условиях. Вакуумная формовка дома – это реально, сейчас многие начинают это делать, но при этом она требует какого-то дополнительного. Большего нагрева, больших температурных параметров. Здесь это просто проще и немножко быстрее. За счет, собственно, за счет вот этого баланса, время и стоимость исходного материала мы и получаем. Плюс это не нужно грунтовать, он сразу, на раскраску не уложится. Да, конечно. Сейчас мы его запустим. Вот, если хотите, вы можете, не стесняйтесь, можете подойти даже. Вот. Возможно, тоже прямо сейчас вырезать какую-то небольшую деталь, и прямо сейчас мы ее сделаем. Да нет, нет, возьмите, я. Вот. Вот, все, где-то. А можно важный вопрос? Да. А как влияет пот, например, перегрев его? Он на теле не сможет расплавиться? Чтобы он расплавился, нужна температура минимум в 60 градусов. Я знаю, что такая температура иногда бывает в автомобилях. Вот, иногда, возможно, при перевозке. Если он на теле, то это не страшно. Также данный материал, он не боится ни пота, ни каких-то вот таких. Он боится растворителя. Вот, 646-го. Сам проверял, действительно. У него много названий. Хемический разрушитель. Данный материал возможно использовать в пищевой промышленности. Для создания тарелок и прочих таких вещей. Да, он действительно похож на линолеум. И я сам в свое время... Я думаю, что мы сейчас вот эту штучку приклеим за ближайшие 4 минуты. И, собственно, можно уже закругляться. Вот, вопросы, соответственно, прямо в процессе. Да. Значит, существует несколько. Вот вы сейчас говорите о вакуумном литье. Когда у нас есть какая-то форма, вот, и эта форма, она у нас... Туда закладывается материал, закладывается... Это жидкий обычно материал двухкомпонентный. Закладывается какая-то армирующая, и все это кладется в мешок, оттуда откачивается воздух, он распределяется. Вот, есть вакуумная формовка, которая берется жесткая форма, делается она из специальных смол. Смолы воняют. К счастью, эти смолы не такие токсичные, как эпоксидная смола, но они воняют сильнее. И потом вот эта форма, которую мы сделали... Вот, сейчас нам, кстати говоря, понадобится вот уже вот эта самая. Мы сейчас будем приклеивать к ней вот эту вот маленькую нашу деталь. Вот. Значит, сейчас я его прошу подержать немножко. Вот здесь вот именно вот в этом месте. Потому что я сейчас буду его примазывать. Вот, можно также нагреть, допустим, обычный ножик или что-то еще. И прогрев его на горячей плите, вот, можно делать вот такие вот действия, как вот я сейчас делаю... Я сейчас его фактически просто размазываю поверхности. На самом деле, поскольку это нужно сделать быстро, поэтому я не очень стараюсь. Но это можно делать намного тщательнее. И что самое интересное, если взять, опустить его в ведро с холодной водой и взять бормашинку с шлифовальным камнем, то эту штуку можно шлифовать. Минус в том, что при любой шлифовке материал нагревается. Поэтому нужно постоянно охлаждать инструменты, постоянно охлаждать материал. Мы пробовали до нуля градусов, он нормально ведет себя. Один раз мы первые, когда мы самые первые испытания проводили, мы отправляли зимой лист этого материала. Но по отзывам он потом немножко треснул, его пришлось опять прогреть и опять. То есть он может становиться крупким при отрицательных температурах. К сожалению, последний опыт был тогда, когда мы только-только-только поняли, как его изготавливать. И поэтому придется ждать зимы или холодильника. Но в общем и целом, вот такая небольшая мелочь готова. Соответственно, потом можно ее подрезать, подровнять ножом, подровнять бормашинкой со шлифовальным камнем. Естественно, если ровнять инструментом, то это нужно постоянно, чтобы оно было холодным. То есть под холодной водой там делать. Вообще первый мастер-класс, который я делал, я делал специально у себя на кухне. Использовал только то, что было на кухне. И в результате там получил тот ужас, который я пускал по рядам первым. Если вы хотите поиграть с этим материалом более подробно, вот у меня тут есть три листа. Это полноценные листы 24 на 24 сантиметра. Для того, чтобы сделать вот тот наруч, который я пускал по рядам, я использовал где-то две трети такого листа. Соответственно, их можно будет прямо сейчас взять. Ну и как небольшой подарок, если вы хотите, вы можете забрать себе вот по одному вот из этих вот камешков. Чтобы вставлять туда электронику, мы делаем электронные части, делаем отверстия и как-то их просовываем. Поскольку температура работы электроники все-таки достаточно низкая, если контакты хорошо спаяны, ну, горящие контакты, они холодные при эксплуатации, то можно использовать, соответственно, какие-то не очень такие вот задумчивые системы. Некоторые компьютеры, они, конечно, его можно поставить, он может перегреться. А если, допустим, какие-нибудь там наручный телефон или какая-нибудь светодиодная конструкция, то, соответственно... Кстати говоря, вы можете забрать это с собой, если хотите. Да, оно ваше.